я ребят всем привет смотрите какой трабл короче машину на бензии вообще глохнет ну ей надо постоянно давать газу но это с бензином скорее всего у меня с насосом что-то то есть маленькое давление в рампу насос дает не знаю в общем приехал решил посмотреть цену на пальмире ой не пальмира получается как это называется но я не помню автодель то есть тут магазинчики в ялте автодель рынок смотрите мой фильтр посмотрите какое состояние у фильтра вы не поняли прикол он просто разорвался пейте он в разрывах и поры пинах жесть вообще полная вот купил такой фирмы и фильтр sct и вот его номер он стоил 250 рублей не знаю дорого это или нет посмотрю в интернете но решил уже не мучить джок смотрите он такой с дополнительной прокладкой туда такой прокладочки не было видите а так в принципе такой же у меня стоял все еще за вы поменяем поставим закроем думаю машина себя гораздо будет лучше чувствовать вот и то есть фильтр стоит просто короткий видос фильтр стоит 250 рублей кому интересно пробить и номер сколько он на экзисте стоит ну и здесь это такой сайт где можно детали подешевле заказывать и самый дешевый насос получается топливный насос просто насос но металлический который в баке стоит я узнал у этого мужика у которого покупала он за 650 рублей сказал ну естественно это аналог 650 рублей я считаю что это дешево но я сегодня на всякий случай посмотрю сколько этот насос стоит если в принципе это самый дешевый можно его взять и поставить ладно все ребята такой коротенький видос здесь нужно все под капотку помыть почистить все погнали всем мира позитива это будет коротенький видос про фильтр так ребят еще забыл сказать вот такая вот лампочка всего лишь 100 рублей стоит это очень дешево смотрите может тут есть какой-то артикуль вот 80 640 видите но плохо видно я продикта 80 640 p 43t в общем восход аж 4 12 вольт 60 на 55 ватт всего сотку стоит очень дешево вот такую лампочку купил и сейчас проверим фильтр поставил так где мой ключ что-то изменится нет потому что вот непонятно давайте закроем даже окна чтобы прослушать момент заводим посмотрим что-то поменяется нет то есть до этого машин надо было все время газу давать надо потраивает ну короче фильтр поменяли ну как видите нужно насос тоже менять по ходу ну тут два варианта либо форсунки либо насос я предполагаю что нужно насос менять ладно ребят сейчас посмотрим но в принципе этот мужик сказал у которого все покупал что 650 рублей насос мне кажется дешевле вряд ли где-то можно найти или можно если можно то пишите в комментах будет интересно все погнали ребят зацените какие тучи как зелено вообще просто пушечка бош сервис легендарный блин сегодня у меня реально просто такой кипиш но из-за того что я съехал с хаты я просто все подготавливаю я тачку шаманю и то что не делал несколько месяцев блин вообще трешняк сейчас я хочу поехать взять ступичный подшипник и по заезжать по сто спросить сколько это будет стоить поменять ступичный подшипник погнали и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Короче, ребят, купил... Сейчас покажу, где они. Смотрите, разобрал свой топливный насос, почему-то тачка не едет после того, когда я поменял насос. И фишка в том, что вот здесь, где насос, шланг реально сифонил, либо он захватывал воздух, либо он спускал топливо. Одно из двух. Я купил такие металлические шланги, сейчас просто затямим их и посмотрим, может что-то изменится. Может машина начнет себя нормально вести и мне не нужен новый топливный насос. Почему я это делаю? Почему не купить новый топливный насос? Да потому что я на тачке проехал 100 тысяч километров, ну не я, а до меня хозяин, да, на Логане. На бензонасосе. Все остальные 100 тысяч или сколько там намотано, это было на газу. То есть, ну, понимаете, да? Что, по идее, насос может быть еще живой. Сегодня, если честно, вообще какой-то жесть. Трешевый день. Просто вообще треш. Здоров. Слушай, вопрос. Сколько, если к вам заезжать не снимая, субличные подсчетники перепрессовать, и если я сниму, то есть, ну, две сантиметры, поцепи, ты понял, да, смотри, и три, и на логане. Ну, а какая поцепи, четыре, то есть. Все, понял. Короче, ребят, зашел к чуваку, это, в принципе, дешевый СТО. Спросил, сколько, если налога не заехать, поменять ступичный подшипник. Просто загоняешь им машину. 800 рублей за передний левый. Если я его сам сниму, то 400, в два раза дешевле. Но, учтите, эти 400 рублей, может быть, не стоят того. Поэтому проще загнать им тачку, я думаю. Ну, так будет реально проще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!